Рано или поздно шины на колесах приходят в негодность. Их выкидывают на обочины, оставляют возле мусорных баков или делают клумбы для цветов. Но мало кто знает, что обычные шины представляют собой четвертый класс опасности. Как правильно утилизировать авторезину, расскажет Григорий Ворванин. На шиномонтажных станциях сезонный ажиотаж. Автовладельцы спешат сменить резину на автомобилях. Старые шины, которые уже нельзя использовать, некоторые водители оставляют на СТО. Вы же собираете здесь шины от работы? Ну конечно. А где вы их храните? Сначала на улице, а потом мы вызываем компанию, которая специально занимается в облигации шины. А можно посмотреть место, где у вас проектов накопления шин? Ну вот у нас сегодня три баллона. Согласно закону Московской области о регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства, в гаражных кооперативах, на станциях техобслуживания и автостоянках определяются места под складирование отработанных шин. Они должны быть с твердым покрытием и оборудованы навесом. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность. Штраф на должностное лицо от 20 до 50 тысяч, на юридическое лицо от 50 до 150 тысяч рублей. Оставлять покрышки на обычных контейнерных площадках также запрещено. За это грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. К тому же региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов не может забирать шины. Нет соответствующего договора. Выбросить старые шины можно вот в такие контейнеры. В городском округе Люберцы они установлены на пяти площадках. Их адреса указаны на сайте администрации, а также в социальных сетях. Вадим Иванов живет в Томилине. Площадку мегабака видно из окна его квартиры. Заметив синий контейнер с надписью «Прием Бэушин», тут же решил сдать старые покрышки. Скопились просто. В контейнеры обычно же нельзя кидать. Поэтому пока складировал в гараже. Вот, появилась возможность. Выкинул. В общем, не складирую, зачем лишнее. Если автопокрышку не утилизировать, она может разлагаться на свалке более 100 лет. При этом в почву выделяются опасные токсины. Покрышка у нас относится к четвертому классу опасности. И это непосредственно нефтепродукт. Поэтому прежде чем выкинуть куда-либо покрышку, обязательно нужно задуматься о природе и об окружающей среде. Старые шины отправляют на переработку. Из произведенной резиновой крошки делают покрытие для детских и спортивных площадок. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.